Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил суровый вопрос. Цифровизация – это благо или зло? Вопрос ребром, но на ответ на него ровно такой же, как вопрос. Цифровизация – это или благо, или зло? Почему? Потому что, как мы вспомним какую-нибудь ядерную энергетику? Ядерная бомба – зло, зло. Как ты ее употребишь? Ядерная энергия, которая согревает, не сжигая природные богатства наши дома, дает какую-то энергию для промышленности и так далее. Благо, безусловно, благо, что не нужно вырубать километры квадратные лесов, чтобы протопиться. Ну, а можно вот как-то электричество получить уже более безопасным способом. Хотя, конечно, мы помним, что и здесь можно, и в мирном атоме можно вред нанести. Какой-то безалабренностью, расслабленностью. Вспоминаем страшную Чернобыльскую аварию. И наоборот, и даже вот с ядерным оружием, с ядерными бомбами, может, наоборот, не употребляя их, а имея их как какой-то гарант того, что война крупная не начнется, тоже какое-то благо приносить. Потому что все зависит уже не от того, чем ты действуешь, а как ты действуешь, кому ты служишь. Служишь ли ты Богу или служишь ты себе, своим грехам, своим страстям, потакаешь им. Если мы посмотрим, как апостол Павел пишет в первом послании Коринфянам, в 6 главе, это 12 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и тот другое». И так далее. Весь этот отрывчик, каждому рекомендую перечитать, но самая мысль дается в начале. Дальше уже апостол Павел с одной стороны дает пример, с другой стороны конкретизирует ответ уже на вопрос, беспокоящий Коринфян. А для нас же важна вот эта фраза «все мне позволительно, но не все полезно». Действительно, позволительно цифровизация позволительна, полезно, полезно, вся полезна. Апостол Павел говорит, нет, не вся, смотря как ее употреблять, как ее использовать. Потому что цифровизация иногда кажется, ну цифровизация, ну что вот, если у нас все стены будут в подъезде цифрами изрисованы, это цифровизация, вроде цифры. Если это какие-то цифровые технологии входят в нашу жизнь, но в принципе в чем-то и полезно автоматизированные какие-то механизмы освобождаются у человека какое-то время, ему удобнее компьютер как-то высчитывает, как лечить, человек анализирует, а не то, что ты ждешь, пока по каким-то косвенным симптомам болезнь проявится. То есть много пользы, много пользы. И то же самое вот там цифровизация. Вот, например, мы сейчас находимся в основном в самоизоляции. Храмы закрыты. То, что мы трансляцию богослужения из храма с помощью цифровизации проводим, это благо или зло? Безусловное благо. Так бы сидели, но совсем горевали. То, что ты берешь, читаешь, дома открываешь Евангелие, читаешь, что ты не можешь понять. Посмотрел в интернете стих толкования, какую-то распечатку, святых отцов нашел. Это благо или зло? Вот это цифровой подход. Конечно, приятно, когда книжка святоотеческая в руках какая-то есть. Но нет, то, что у тебя ее нет, а ты взял в интернете, посмотрел, благо или зло? Безусловно, благо. То, что у тебя охота живую речь какую-то услышать. Но ты берешь, запускаешься на библейском портале экзегет, какой-то ролик смотришь, но это благо или зло? Конечно, тоже это благо. А может быть цифровизация злом? Может. Ты берешь и вот уже не работаешь, сидишь дома, изолируешься и взял, завис в компьютере, просидел. Не ложишься спать, зависаешь за просмотром бесконечных сериалов, какой-то праздности или вообще какую-то, не дай бог, гадость какую-то смотришь. Все это действительно тоже может душу отравить. Но и то, и другое, все эти цифровые технологии, они могут и убивать, и они могут, наоборот, побеждать болезнь, побеждать смерть. Они могут образовывать и, наоборот, могут растлевать. Они могут послужить Богу, а могут послужить самолюбию и на радость бесам быть. Поэтому уже цифра для нас — это лишь некоторый инструмент, лишь некоторое орудие. И если мы христиане, наша задача, чтобы для нас вот этот ответ, цифровизация — это или благо, или зло, должен быть всегда. Для нас, Господи, это твой дар, это благо. Мы его будем использовать только во благо и не будем размениться на то, чтобы вредить через цифровизацию своей душе.